Всем доброго времени суток! Меня зовут Эльвира, и сегодня я вновь для вас буду готовить вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт мне достался от родственников из Хабаровска, потому что основным ингредиентом там является красная икра. Так как мы знаем, где же, как не в Хабаровске, на Гамчатке, ее, как говорится, ешь и ешь. Давайте перейдем к нашему салату. Для этого мы будем использовать слабосоленую семгу. Возьмем 200 грамм 4-5 яиц, красный лук, рис, который мы с вами отварим и остудим, и, конечно же, красная яйка. Конечно же, еще заправкой будет служить майонез, но сегодня для вас маленький бонус. Мы его сами приготовим в домашних условиях, и это будет самый вкусный и самый полезный для вас продукт. Ну что ж, начнем. Беру слабосоленую семгу 200 грамм. Очищаем ее от кожуры. Все наши ингредиенты будут резаться кубиками. Это семга, яйца и лук. Рис, к сожалению, кубиками испаряться не сможет. Когда покупаете семгу, обращайте внимание на срок и дату изготовления, и цвет. Лучше же, конечно, покупать семгу у проверенных производителей в проверенных супермаркетах, когда вы оградите себя от различных болезней. Семгу режем кубиками, и все это в глубокую миску складывается. Кубики пусть будут небольшие, нам будет удобнее все это потом перемешивать. Если вдруг вы увидите вот косточки, да, в семге, конечно же, их лучше убрать, потому что, чтобы они потом вам не попались в салате. Такое редко очень бывает, но если бывает, то лучше убирать. Пока мы с вами режем семгу, на плите готовятся яйца и рис. Яйца готовим вкрутую, в очень крутую, чтобы нам было их с вами легко резать. А рис отвариваем до полной степени готовности. Так, теперь в салат добавляем яйца, но их нужно почистить. Видите, как легко чистятся они. Это все потому, что вовремя в холодную воду их опустили. Готово. Яйца тоже будем резать кубиками. У нас 4 яйца, можно взять 4-5 яиц в зависимости от размеров, потому что они бывают разные. Яйца бывают разных сортов и разных размеров. Но если вот они стандартные, то берем 4 яйца. Так, теперь тоже кубиками. Если они вот такие стандартные, то вполне достаточно 4 яйца. Ну, страусиного хватило бы, конечно, одного. В перепелиных... Что-то риск. Ну, перепелиные лучше просто смесить. А куриные можно и салат добавить. Так, постараемся сделать кубики. Конечно, кубики из яиц получаются не такие красивые, как из семги. Но, тем не менее, постараемся соблюдать форму. Знаете, когда много путешествуешь, очень часто приходится питаться либо в ресторанах быстрого питания, либо это какие-то кафешки, забегаловки. Но иногда все-таки скучаешь по хорошей, вкусной домашней еде. Хочется иногда так зачерпнуть ложечку оливье где-нибудь. Поэтому готовить это здорово. И то, что я сейчас делаю, это прекрасно. Так, теперь выкладываю все это к семге. Так, аккуратненько. Яйца прям пчатся в бой. Опа. Так. Теперь возьмемся за лук. Лук нужен именно красный, потому что обычный желтый лук, он горчит. А красный лук, он немножечко даже сладкий. Поэтому именно для этого салата мы используем красный лук. Вы знаете, у него есть уникальная особенность у этого лука, что он не прошибает ни слезу. Видите, я не плачу. Я в принципе рядко плачу, поэтому... Лук лучше резать кусочками пар мельче, потому что, чтобы не так сильно ощущался его вкус. Нет, и правда не плачу. Вообще, его еще называют салатный лук. Он часто применяется в салат, благодаря тому, что он немножечко сладкий. У него немножечко другой вкус. Так, лук готов. Друзья, когда мы готовим, не забывайте о личной гигиене. Мойте руки чаще. К сожалению, не все хозяйки об этом помнят. А я напомню, что для салата нам еще нужен рис и майонез. Пока рис у нас готовится, я поделюсь с вами одним маленьким секретом, который достался мне от моей сети. Это приготовление майонеза в домашних условиях. Берем оливковое масло. Для майонеза нам с вами нужно 150 мл. У меня есть такой чудесный мерный стаканчик, который мы сейчас... Можно взять оливковое... Я предпочитаю оливковое, но можно взять и обычное рафинированное масло. Одно яйцо, горчица, лимонный соус, немножечко сахара и щепотка соли нам с вами понадобится. Вот из этих продуктов мы сейчас с вами сделаем домашний майонез. В первую очередь в яйце отделяем белок от желтка. Я предлагаю делать это сразу в миске, в которой мы будем все это перемешивать. Я буду делать это в блендере, поэтому отделять белок от желтка буду прямо непосредственно в эту миску. Но для этого мне понадобится еще стаканчик. Белок отдельно, Желток нам пригодится. Желток готов. Теперь маленький секрет. Масло выливаем не все сразу, а буквально в начале капельку. И все это перемешаем. И все это перемешаем. Когда желток перемешался, добавляем еще немножечко масла. Каждый раз добавляем масло на 20% больше, чем было. Это для того, чтобы у нас с вами получилась однородная масса. Мончик. Мончик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему лучше готовить майонез в домашних условиях? Потому что магазинам используется яичный порошок А наш продукт чистый, натуральный, без всяких добавок Теперь добавим лимонную кислоту, лимонный сок Добавляем лимонный сок Если вы берете одно яйцо, то это где-то 4-5 капель Правда, получилось 4-5 струй Но когда вы помешаете, по вкусу вы поймете, нужно ли еще вам добавить или нет Лучше все делать на глаз Половинку чайной ложки сахара Добавляем 1 третью соли Теперь все это вновь перемешаем Ну что, готовы? Поехали! Ну вот Готово! Еще в домашний майонез добавляют горчицу Но можно и не добавлять, если вы не любите горчицу, это на любителя Я хочу попробовать, поэтому добавлю Добавим Давайте не будем много Вдруг нам не понравится Ну на глаз примерно половинку чайной ложки И вновь все это перемешаем Пробуем Ммм Да, горчица вкуснее Открою вам маленький секрет Как вы видите, у нас получилась желтая масса по цвету А мы привыкли майонез видеть белым Для того, чтобы он стал белым, мы добавим буквально 2 капельки воды туда Добавляем 2 чайной ложки на глаз Опять же таки И перемешиваем Ну да Угу Видите, он стал чуть-чуть белее Вот что у нас получилось Этим домашним майонезом мы будем заправлять салат с красной икрой Рис готов Мы его остудили И теперь можем добавлять салат Теперь мне нужно перемешать рис С семгой Яйцо Так как другой емкости у меня нету, я перемешаю прямо в этой Но чтобы все поместилось, немножечко риса подсыплю Потом по возможности мы его добавим сюда в рак Теперь все это выкладываем в одну тару Теперь наш салат с красной рыбой и красной икрой Выкладываем в одну тару Заправляем домашним майонезом Заправляем Друзья, запах у майонеза просто обалденный На вкус он очень-очень нежный Как будто, знаете, сметанка такая свежая Так, все очень хорошо перемешиваем Теперь салат выкладываем на тарелку Выкладываем его на тарелку Я хотела бы, чтобы это не просто был салат сегодня, да А приурочить его к какой-то дате И руки у меня чистые Из этого я слеплю сердечко У нас будет такой необычный даже салат А можно, например, посвятить его своим любимым, родным Ну или просто к Дню Святого Валентина Сделать Сверху на салат выкладываем икру И равномерно ее распределяем Эти ложки можете помогать себе руками Прямо настоящее сердце получилось Ну вот Салат готов Вкусный, полезный, а главное С большой любовью приготовлен Всем приятного аппетита!